Предисловие. 1955 год. Новогоднее гуляние в Куйбышеве, Самара, улица Чкалова, дом 84. В доме пришло веселье, это было новогоднее гуляние, но мало кто тогда знал, что в это время проходил рождественский пост, запрещено было людям веровать в те времена страшные. Молодые люди гуляли, пили, веселились, танцевали, кроме одной девушки по имени Зоя Корнаухова. Все ее друзья звали танцевать, но девушка ждала, когда же придет молодой человек по имени Николай, с которым она познакомилась, но он видимо задержался или вовсе не хотел приходить. Подруги уже стали подшучивать. «Зойка, да не придет он, пошли танцевать, что сидишь смурная» и смеялись. «Зойка, что лаборант твой решил тебя сегодня в гордом одиночестве оставить?» Смеялись парни, многим из них девушка отказала в свидании из-за мужества. Девушка долго терпела эти шутки, но ее самолюбие больно страдало от таких слов. Зоя была первая красавица там, но сегодня стала поводом насмешек и алкоголь все же дал свой результат. Девушка встала посреди дома и заявила «Раз тот Николай, которого я жду не придет, то я буду танцевать с этим» и она указала на икону Николая Чудотворца. Все ахнули хором, такого никто из них от нее не ожидал. Она прошла к красному углу, приставила стул и взяла икону. Все гости были от такого не в восторге. «Зоя, это слишком, верни икону на место, грех это» – сказал кто-то из гостей. «Зоя, так нельзя, Бог тебя покарает» – сказал хозяин дома. «Да» – повернулась ко всем девушка. «Но если Бог есть, то пусть он меня покарает» и засмеявшись прижала икону груди и вошла в круг танцующих. Только уже никто не танцевал, всем было не по себе от такого поступка девушки. Но девушка и шагу ступить не успела, как тут же просто замерла. Ни с места ее не сдвинуть, ни икону из рук не отобрать. А после в доме поднялся странный шум. Ветер, что распахнул окна и сверкнула молния. Пронеслись странные голоса. Все молодые люди стояли и смотрели на этот кошмар, никто не мог поверить своим глазам. Она словно превратилась в камень. Слышан был только стук сердца, других признаков жизни. Она не подавала вовсе. Кто-то снова попытался забрать из рук икону, но не смог. Девушка словно вцепилась в нее мертвой хваткой. Началась паника. Побежали в местный отдел милиции, в скорую помощь, в церковь, кто куда. Милиция вошла, провела осмотр и тут же оцепила весь дом. Никого не пускала, даже хозяев. Врачи пытались сделать ей уколы, проверили нервные окончания, но только иглы об нее обломили. Кроме стука сердца, ничего не слышали. Люди дежурили там сутками, пытаясь увидеть, что же там такое произошло, но даже тем, кто был там, запретили говорить. Однако информация все же просочилась в народ. Как известно, в те года процветала атеистическая пропаганда и знаменитая фраза «Религия – опиум для народа» действовала как никогда. Вся круга гудела, такой кошмар, святотатство или бредни пьяных рабочих. Но никто не мог узнать правду. Людей разгоняли от этого дома, а потом 20 января 1956 года вышла стенограмма 13-й областной конференции КПСС, где решил выступить сам Ефремов. Стенограмма гласила следующее. «В городе Кульбышево широко распространены слухи о происшедшем, якобы чуде, на Чкаловской улице. Записок по этому поводу штук 20. Да, произошло такое чудо, позорное для нас коммунистов. Какая-то старушка шла и сказала, вот в этом доме танцевала молодежь, и одна ахальница стала танцевать с иконой и окаменела. После этого стали говорить «окаменела, одеревенела» и пошла. Начал собираться народ. Тут же выставили милицейский пост, а где милиция, туда и глаза. Мало оказалось с нашей милицией, так как народ все прибывал. Выставили конную милицию, а народ раз так, все туда. Некоторые додумались до того, что вносили предложение послать туда попов для ликвидации этого позорного явления. Бюро обкома посоветовалось и дало указание снять все наряды и посты, убрать охрану, нечего там охранять. А по существу, это самая настоящая глупость. Никаких танцев, никаких вечеринок в этом доме не было. Живет там старуха. Люди были поражены, такого вранья они не ожидали. Все знали, кто жил в том доме, все слышали звуки застолья. Но с властью не поспоришь. Дни летели, а в дом так никого и не пускали. И только спустя 128 дней стало происходить какое-то движение милиции. Вызвали пожарных, те были с топорами, а потом что-то длинное и видимо тяжелое увезли в закрытых носилках. А о такой девушке, как Зоя Корноухова, словно приказали всем забыть. Правды тогда не нашли. Только женщина одна с дочкой видели, как на третий день Святой Пасхи хоронили кого-то в безымянной могиле. Притаились они, чтобы милиция их не схватила. – Вы не можете отрицать этого явления? – говорил молодой милиционер. – А что мы скажем народу, что якобы Господь явил свое лицо? – посмотрел на него гражданин начальник. – То, что мы не можем объяснить, мы не должны считать чудом. Это болезнь. И то, что она говорила, что все эти дни ее кормили голуби, то это же видно, что она из ума выжила. А то, что она умерла, как и сказала на третий день Пасхи, так это просто совпадение. Нет Бога, нет ангелов, нет ничего, кроме веры в коммунистов, кроме вождя народов, кроме Родины. А как умрем мы, так будем гнить в могилах и на этом все. – сказал он со злостью. – Но, товарищ начальник, как же люди то? Они же не могут забыть своего товарища, работницу лучшую и семья ее. – пытался взывать к разуму его милиционер. – Семью вывезем завтра же. Все, нет и не было таких людей у нас. В дом, в дом старуху полуумную, а хозяев тоже из города. – уже рычал он. – Да как же так то? Это же люди, живые люди, за что же их так? Молодой парень не мог поверить в то, что слышит. – Нечего было смуту разводить, и остальным уроком будет, чтобы языками не трепали. Начальник схватил парня за грудки. – А ты, а ты еще хоть раз заикнешься о том, что это было чудо, то я решу, что ты тут антисоветскую пропаганду агитируешь. Отправлю и тебя, и семью твою лиса валить, чтобы завтра же заявление о переводе мне на стол. Понятно тебе? – закричал он на парня. – Так точно, гражданин начальник. – сказал парень, и продолжил закапывать он девушку. Начальник ушел, а парень сел на корточке. Как закончил, огляделся по сторонам, убедился, что не видно никого. Перекрестился, прочел молитву об упокоении души ее. Налил из фляжки воды, полил ей землю, да корку хлеба положил. Огляделся еще раз, взял лопату и пошел. Женщина с девочкой тихонько за ним шли. Зачем шли – неясно, но чувствовала тогда женщина, что беда будет, словно спасти его надобно. Да не успели. Сдав смену, парень направился домой. Только хотела его окликнуть, как раздался выстрел, и молодой милиционер упал. Чуть не закричали они от такого ужаса, да вовремя она себе и дочери рот рукой закрыла. Смотрит, а начальник подошел к милиционеру, усмехнулся и ушел, словно тут и нет человека убитого. Но странно то, что тень за ним шла. Наутро все газеты гласили, что церковь призывает убивать во имя Господа Бога, и фото парнишки милиционера. Наши дни. Село Пивкино продолжало встречать весну. Близилась Пасха, ее там не считали своим праздником, поэтому особо никто и не думал об этом великом празднике для христиан. Местный участковый уже разгонял с самого утра неугомонную Бабу Веру с ее верными подругами. Староста чинил телегу, а Туган уже завершил обход по деревне Скотины. Кого подлечил, роды у кобылы принял, в общем жизнь кипела. Здравствуй Туган, уже все с отрица успел. Виктор подошел поздороваться к знахарю. И тебе не хворач, а то ежели без власти останемся, Баб Вера и меня женит. Ответил знахарь и они посмеялись. Чего они с самого воронья то уже кудахчут? Да я же как ты знаешь человек верующий, крещеный, так у нас праздник скоро, Великая Пасха, и дернул меня черт у Бабья нашего яиц попросить. Да и спросить, никто ли из них не сможет мне кулич испечь? – вздохнул участковый. – Ха-ха-ха, а-а, вон оно что! – посмеялся знахарь. – Вообще Вера – это дело добровольное, но Бабы народ – кто такой? – усмехнулся Туган. – Да ты не переживай, я помогу тебе, коли очень надо. – он похлопал Виктора по плечу. Баб Вера навострила уши и конечно же все слышала, но то ли от шока, то ли от страха рта не открыла, побежала дальше всем рассказывать, на ушко шептать. И пока в поселке закипало утро, как приехали нежданные гости, приезжие стали останавливаться и спрашивать кого-то. Судя по тому, куда отправляли местные, искали они знахаря. Участковый проводил их к дому Тугана, расспрашивать не стал особо, ему хватило одного приключения в лесу, чтобы не лезть больше в это дело. Туган гостей встретил, проводил в дом. – Здравствуйте, мы издалека приехали, долго вас искали? – начала женщина, но знахарь ее перебил. – И вам здравствуйте, только я знаю, зачем вы тут и откуда вы приехали? – сказал и пригласил за стол. – Вы с дороги чайку попейте сначала, дух переведите, а потом и поговорим. – он разлил всем чай на травках, да пирог достал. – Угощайтесь. Женщина была очень обеспокоенной, а мужчина, что сидел на руках с ребенком, старался не показывать своему чаду, что он встревожен. Девочка была бледная и очень худенькая, ей было не больше восьми лет, она почти ничего не ела, где-то с неделю. Родители водили ее по врачам, но те лишь разводили руками. А потом ей стали сниться странные сны. Прадед ее, который топором рубит что-то, гром и молнии и страшное лицо. Она почти не спала, ей каждый раз снился этот кошмар и тогда родители решили искать того, кто бы мог объяснить эти сны и ее самочувствие. За два дня они наткнулись на шарлатанов, которые только обманывали, говоря о супружеской измене, колдовстве любовницы или любовника, родители лишь вздыхали и уходили. Но как-то вечером к ним подошла старушка и попросила воды, люди они были хорошие, воды купили, отдали, а старушка отпила и сказала, что надо б на им в пивке наехать, да туга нас знахаря искать, хотели расспросить они ее, да она как сквозь землю провалилась. Недолго думая, было решено так и поступить, сердце родительское подсказывало, что права бабушка. Вот они и приехали. Попив чай, туган взял девочку, погладил ее по голове, потом посадил к ней на колени котейку, а сам отозвал родителей. – Знаю я беду вашу, давно это случилось, а она расплачивается теперь, – покачал знахарь головой. – В чем вина наша, что дочка страдает, – обратилась к нему женщина. – Не ваша то вина, а прадеда, который большой грех совершил. Он пошел в челан и достал старые газеты. – Вот, узнаете? – Он протянул им. В газете были события 1956 года, там говорилось о местном происшествии в Куйбышеве, Самара, улица Чкалова, дом 84, про девушку Зою. Прочитав, мужчина ахнул, его это дед приказал написать, да рассказывал он как-то внуку, какой ужас тогда пережил. Но, чтобы народ панику и смуту не устроил, то все сжигали, уничтожали и скрыли. – А дочка-то моя, при чем? – Отец девочки не понимал, а в глазах столько боли было за дитя-то свое. – А это, мил человек, кара бога вашего, девушка та, о которой пишут, была не атеистка, а язычница то, но молчала об этом. Так положено было в то время, но совершила она грех и понесла за него наказание. Да людям науку, чтобы знали, что кара небесная придет каждому. А вот дед твой решил, что он вправе вмешиваться в решение сил высших, да ангелов небес ваших. Вот его потомок и страдает теперь, чтобы ему примером было. С горечью сказал туган – Помогите, умоляю, помогите. Отец девочки упал на колени. Все, что угодно сделают, то только помогите. Бился он лбом о пол. – Тише, батько, дитя напужаешь, тише. Стал его успокаивать туган. – Помогу, помогу, только дело не простое. – Я готова, – сказала мама девочки, – нет, моя кровь начала, моя и должна пойти на все, чтобы доченьку нашу спасти. Мужчина приобнял жену, посмотрел на дочку и знахаря. – Что я должен делать? – Храбрый ты, и вижу, что искренне желаешь спасения. Пойдем со мной на три дня. – А вы, – посмотрел он на женщину, – с дочкой сидеть будете, тоже не просто будет, но главное помните, чтобы за эти три дня ни шагу за порог, что я прочерчу. – Поняли? – грозно посмотрел он. – Поняла. – твердо и уверенно посмотрела женщина. – Тогда не будем откладывать, скоро у вас Пасха придет и умрет она, ежели не успеем, – сказал знахарь, прочертил черту и еще раз наказал, чтобы за нее ни шагу. Муж с супругой попрощались, с дочкой знахарь не разрешил мужчине прощаться, чтобы проклятие не ускорилось, почуять оно могло, что мужчина задумал. Так и вышел печальный отец, а туган тем временем около дома рассыпал пепел с солью, да расставил вокруг дома маленькие статуэтки. И они ушли. По дороге предупредил туган участкового, чтобы в дом его никто не заходил три дня, что бы не увидели или не услышали. Народ в деревне был понятливый, спрашивать не стали, привыкли уже к такому, что он говорит, а слушаться не смели. Привел знахарь мужчина в старую сторожку лесника, расположил он на столе все, что нужно будет, сказал мужчине, что бы он крест достал, посадил его на табурет в самом центре, да вокруг полы не рассыпал сухую. — Теперь запоминай, все, что увидишь, услышишь, должен запомнить и не единого звука, — сказал туган. — Хорошо, — ответил мужчина. Знахарь принялся за работу, в избе потемнело, поднялся ветер, метается, бьет по окнам и в избу войти не может. Туган смотрит внимательно, до брови хмурит, как вдруг дверь распахнулась и услышали они шаги, шоркающие совсем, словно кто-то ноги еле передвигает. Мужчина занервничал, страшно ему стало, но сидит, сидит и не шелохнется. А туган накинул на себя паутину, что бы его не увидели и не учуяли. Шорохи слышались отовсюду, кто-то когтями царапал пол и шипел, подойти к мужчине не мог, а потом такое перед ним предстало, что мужчина чуть не закричал, да вовремя себя в руки взял. Стоит перед ним девушка бледная вся, израненная, глаза черные-черные, руки кривые, а ноги, ноги-то обрубленные. Ходит вокруг него, да всякие ужасы насылать пытается. Туган их тоже видит, но сидит, ждет. Первое, что увидел мужчина, как дед его стоит напротив девушки, которая в камень обратилась, как людей не пускает, как приказывает бить любого, кто проникнет сюда. Лица меняются, дни бегут, парни молодые совсем, милиционеры боятся и тихонечко так, чтобы не видел никто, молятся. Вокруг девушки пустота и лишь иногда промелькивает тень, от чего она снова кричит, ее крик не слышат люди простые, но он в голове у милиционеров, мужчина тоже услышал его, а потом все резко закрутилось, завертелось, и вот он видит, как входят туда люди в форме и с топорами. Она кричит, громко кричит, парни падают, бросают топоры, убегают, но их не выпускает жестокий человек, он полон злобы и отвращения, в его сердце нет ни капли веры, он берет топор и начинает вырубать топором ее из пола. Нанес он первый удар, доски треснули, нанес второй из них пошла кровь, как из раны живой, испугался он, но дело своего не прекратил. Рубил он топором, руки свои кровью обогрел, а потом увидел, что даже так ее не вырубить с этого места, размахнулся посильнее и снес ее ноги ниже колена. Упала она, довольный собой он велел накрыть ее и увести так, чтобы никто не увидел, а сам силы смог выдернуть из пола остатки. Такого ужаса и жестокости никто ранее из милиционеров не видел, но слова никто не сказал, не по закону это будет. Картины менялись одна за одной, как угрожали всем, кто вспомнит имя этой несчастной, кровью земля тогда напилась, но не знал еще тогда гражданин начальник, что тень за ним теперь ходит, черная, неприкаянная, неупокоенная. В семье его тогда болезни до горести начались, а он не хотел верить и слушать никого, жену поколотил за то, что она ему сказала, что грех на нем и только внуку своему рассказал он как-то об этой истории, но о своем грехе умолчал, сказал, что народ против власти тогда эту колесницу придумал, да смуту наводил, а потом все исчезло. Остался мужчина во тьме стоять, сидит, молчит и даже не знает, можно ли ему молиться или нет. Руки цепенеют, ноги холод пробирает, дышит кто-то в спину, когти скребутся, мелькает она перед ним, а коснуться то не может, в глаза смотрит, мысли в голове путает и ищет, нюхает и кричит, крик ее словно тысяча ножей в сердце, а рот как открыла, так парень чуть не закричал, язык отрезан у нее, а она кричит, в голове его кричит. Тут и Туган решил, что пора, скинул себе паутину и бросился за ее ногами, девушка зашипела, стала по стенам ползать, да на знахаря кидаться, раз он ее отбил, второй раз отбил, а на третий поймал, она вскочила на свои обрубыши и как кобыла давай скакать, Туган ее крепко схватил, да к ногам не пускает, она пустилась с ним по стенам, а он ее бьет ногами по бокам, ребра ломает, она шипит, да пытается знахаря с себя скинуть, но крепко он держал, как ноги ее увидишь, так лови, крикнул Туган мужчине, тот молча кивнул, смотрит мужчина, страх внутри него сильный, боится он из круга выйти, ноги ее сами по себе ступали, да по полу шкрябали, куски досток торчали из них, мужчина притаился, страшно ему было, противно, но все же набрался остатками мужества и прыгнул за ним, и как только коснулся он них, так сам стал в камень превращаться, девушка закричала, завопила, стала волосы на себе рвать, женщина пытается броситься к нему, но Туган крепко держит, а после появилась в руках мужчины икона, та самая икона с Николаем Чудотворцем, и замер он словно камень, а не человек, девушка кинулась к нему, стала выдирать икону из рук, да намертво она была, взревела она не своим голосом и сгорела, как только первый луч солнца упал на нее. Туган подошел к мужчине, слышишь меня, знаю, слышишь, скоро Великая Пасха, ежели выдержишь все, то и сам живо останешься и дитя спасешь, а нет, так выбирай, кто из вас уйдет, сказал Туган, а потом стал рассыпать хлебные крошки вокруг мужчины, уходя, двери плотно заколотил, да попросил духов лесных, чтобы скрыли дорогу к дому этому, попрощался и пошел к своему дому, не успел он зайти в двери, как видит женщина лежит на полу, а девочка плачет, не послушала меня горемычная, покачал головой знахарь, поднял он ее, да положил на кровать, а сам стал глазами девочки смотреть, что видела она. Вот сидят они с мамой на кровати, ста в дни скрипят, страх пробирается к ним все ближе, за окнами кошки зашипели, ветер поднялся, доходит кто-то, в окна заглядывает, глазами сверкает. Испугалась женщина, залезла с дитем под одеяло, слышат они шаги, как двери скрипят, половицей одна за одной словно ходуном ходят, а скрип их словно похоронную играет. Решила женщина посмотреть, что же там такое происходит, выглянула, а там тени котел разжигают, да мужа ее несут, мертвого, не выдержала она, закричала, рассмеялись тени, смех их в голове страхом застрял, режут они его, да на нее поглядывают, скалятся, скачут, половицы ломают, жгут, а потом, как настал рассвет, так ушли они. Долго не могла она успокоиться, сердце билось, как бешеное, а на вторую ночь то же самое произошло, только вот тени были еще больше, да так кричали, что стекла трескались, а наутро исчезли. Девочка женщину к себе прижимает, а в голове сама себе говорит, что только бы последнюю ночь продержаться, только бы суметь, только бы продержаться, а как наступила третья ночь, она решила, что смотреть не будет и укрылась сама вместе с дочерью одеялом с головой, долго ничего не было, а потом чувствует, как кровать ходуном ходит, прижала она девочку к себе, лежит, почти не дышит и слышит, как стекла трескаются, половицы марши играют похоронный, выстрелы, крики, стенания, кто-то воет, да так, что все внутри сжимается. Сжала она крестик в руке и выглянула из-под одеяла, тени смотрят на нее, глазами блестят, под окнами кто-то темный ходит, в окна заглядывает, девочку зовет. Закрыла она дочерью уши, тот, что в окне лишь посмеялся, блеснул глазами, а потом и встал перед ней, муж ее стоял. – Пойдемте домой, – сказал он и протянул руку, только хотела она ему руку подать, да смотрит, ноги у него отрубленные, вздрогнула она. – Не пойдем мы с тобой, – еле произнесла, губы холодом опалило, словно тысяча иголок, да так больно было, что губу до крови прокусило. – Что же ты меня тут бросишь, им оставишь на растерзание? – посмотрел он на нее, – прости, пожалуйста, – со слезами прошептала, – тогда, тогда я ее заберу, – сказал и хотел кинуться к девочке, – нет, – крикнула женщина, соскочила и хотела вытолкнуть его, – да за черту сама зашла. Посмеялся он, да оскалился, как повернулся, так и вовсе не ее муж был, накинулись на нее тени, страшные, как в самых ужасных кошмарах, словно черти из самого ада вышли. Жгли они ее и розгами острыми били, а тот чужак без ног все пытался к девочке пройти, да не мог, черта мешала. – Кричи несчастная, чтобы вышла она, – сказал он, женщина замотала головой, зубы стиснула и молчит. – Ну и будь тогда немой, схватил он ее за горло, рот сам собой открылся и отрезал он ей язык, только хотел он ее розгами хлестнуть, как солнце встало, разозлился он и ушел, кинув ее со всей силы о пол, девочка сидела и не знала, что делать, мама в себя не приходила, а встать она боялась. Увидел туган все это, вздохнул тяжело. – Ты не бойся, маленькая, маму твою мы вылечим, только вот говорить она больше не сможет. Папа твой, ежели сможет, то вернется, недолго осталось, совсем скоро придет. – Достоит свой срок и отпустит его Бог ваш, а ты должна быть умной, послушной и никогда не пускать свою душу зла. – погладил он ее по голове. Женщина пришла в себя, хотела что-то сказать, язык то на месте, а голоса и нет вовсе. – Объяснил ей все туган, что забрали у нее черти права голоса, мужа ее теперь пытать будут, ежели выдержит, то вернется он домой, ежели нет, то ему решать, себя или ребенка он погубит. Взревела женщина и даже крикнуть не может, упала в ноги знахарю, руками машет, боль у нее в душе, и не будет ей покоя от нее теперь до конца жизни. Одна надежда на мужа, настолько вера его крепка, настолько надежда в нем и живет, и настолько любовь родительская сумеет уберечь его дитя. Попрощался туган с ними, да наказал мужа раньше светлой Пасхи не ждать, да молиться Богу своему о его спасении, а сам пошел он к участковому. – Здравствуй, Виктор, – поздоровался туган, – и тебе не хворать, – кивнул Виктор. – Ну что, будем тебе Пасху топечь, – улыбнулся. – Так ты же старовер, – удивился участковый. – Вера то у каждого своя, что сердцу твоему ближе, то и силы тебе дает, да и ни греха и ни зла не будет в том, ежели другу своему помочь, да хлеб с ним разделить, все мы равны, – сказал знахарь, и Виктор согласился. Наступила светлая Пасха, даже бабы воршливые решили участковому помочь, да детей побаловать яйцами цветными, да пасхами вкусными. Родной им стал человек этот Виктор, как же с ним хлеб не разделить-то и не помочь. А под самый вечер пошли они в той дом в лесу, даже туган шел и переживал. Не мог он знать, что будет с тем человеком, на душе, как камень лежал, жаль ему было его. Много людей за веру погибали, даже староверы, язычники, и те кровь проливали, когда Новый Бог пришел на их землю, но что для одних жизнь, для других власть. Икона с кровавыми слезами на глазах лежала на полу, а рядом сидел тот человек, слепой он был теперь. – Вижу, справился ты, – сказал туган. – Я видел его, я знаю, что тогда было, молиться я буду об упокоении души его, – сказал он и зарыдал. Виктор помог мужчине доехать до дома, жена молча смотрела и плакала. – Как же это жестко, – подумал Виктор, – мать не Майя, отец слепой, как же дитя будет теперь, сколько упало на ее плечики. Вспомнил он слова одного жителя поселка, что к Богу своему мы идем через страдания. И действительно, сколько было всего, чтобы народ крестить. И впервые в его сердце поселилась нотка сомнения, а так ли он верит, чтобы отдать все и прийти к Богу своему. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен. Прошу тебя потратить еще буквально 20 секунд времени для написания комментария, ведь только твоего мнения или просто смайлика не хватает для продвижения. Кто, как не ты, поможет мне в этом? Предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных, а я побежал пилить для тебя новый рассказ, жму руку тебе, бро, а если ты девочка, то крепко обнимаю. С уважением, твой Андрей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова